По-моему, нужно надеть. Я сегодня сижу вот здесь, у моего логова. И вот это нужно поставить на... Ну, это не сделано, не почему-то, а потому что мне не хватило, например, силы боли. Ребят, всем привет. Я буду говорить очень-очень тихо, потому что Илья еще не проснулся. Ну, а мы с вами идем открывать третий день в моем календаре. Так, сегодня нас ждет какой-то серум с календулой. Так, посмотрим, как их открыть. Вот такой вот малыш. Итак, мне попался сегодня очень увлажняющий крем-серум с календулой, который имеет такую гелевую структуру. Я уже прочитала. Ну, давайте здесь попробуем. Кстати, она очень-очень сильно пахнет календулой. У меня был тоник. Структура очень необычная, такая, знаете, как бархатная. Я не знаю, если сейчас сфокусируется и вам будет видно, но... Ой, прикольно, прикольно. Так, а вчера... А вчера мне попался вот такой вот серум, но он для глаз с витамином С. И там разные пептиды есть, гиалуроновая кислота. Также есть все тестировано офтальмологами, дерматологами. И можно даже использовать людям, которые носят контактные линзы, у которых проблемы с глазами какие-то имеются. И он помогает именно осветлению черных кругов под глазами. Также если имеются какие-то уже морщины вот здесь вот под глазами, то он их тоже обещает немножечко, не полностью, но немножечко исправить. Поэтому, да, я вот уже использовала вот это. У меня здесь всего лишь 3 мл. Я посмотрела на сайте, что они продают 15 мл за 1000 крон. То есть, скорее всего, это какое-то супер такое действенное средство. Но посмотрим. У меня особо черных кругов под глазами нету. Но вот я нанесла, и у меня вот здесь вот очень сильно увлажненная кожа. Но у меня такая же увлажненная кожа после авокадо-крема, который я вам рассказывала в первом выпуске. И так, самое главное за день мы сегодня сделали. Я вам скажу так. Я проснулась сегодня ночью с тем, что у меня очень сильно болит горло, и у меня полностью забит нос. Я просто не понимаю, почему именно под выходные я заболеваю. Но на самом деле сейчас причина полностью понятна. Потому что у меня на работе болеет коллега. Мы с ней 2 дня находились в одном помещении. И, видимо, от неё я заразилась. Она болела прям очень сильно, чтобы вы понимали. Чехи, они когда у них простуда, они ходят на работу. То есть, они кашляют, чихают, у них глаза слетятся. Они не могут говорить. Но они всё равно ходят на работу. Поэтому я, скорее всего, заразилась от неё. Я уже вчера намазалась кремами специальными. Вот здесь намазалась мазью тигровой, которая согревает, обмоталась на ночь, чтобы горло не так сильно болело. Но всё равно я сегодня проснулась, и у меня болит горло. Поэтому я сейчас буду делать себе чай с лимоном, со всеми, что у меня есть, с мёдом и так далее. Потом я пойду, немного полежу в ванне. И вообще сегодня было планов много, но не факт, что я куда-то пойду. Я хотела сегодня прикататься на коньках со своей подружкой. Но если мне будет ещё хуже, или мне будет так же, как сейчас, то я не знаю. Но я очень сильно хочу. И также сегодня обязательно, несмотря ни на что, мы прогуляемся по Праге. мне нужно будет ещё забежать в пару магазинчиков. Ну, в общем, вот так. И давайте посмотрим, что я делала вчера, то есть 2 декабря. Конечно же, я была на работе. Очень много была. Потом я открывала адвент-календарь. Потом я наконец-таки решила пойти на тренировку раз в 3 месяца. Спасибо, Ангелина. Это, кстати, наш с тобой первый снег в Чехии. Что? Какая у нас уже красота у соседей. Нет, я имею в виду в этом году. Первый снег. По-моему, нужно надеть. Не, шапку я потом надену. Сейчас я не буду её надевать. В общем, как-то вот так. Вот я выгляжу после сауны и после тренировки. И на улице сейчас идёт такой снег. Ты попал? Да. А я не успела. Идти, конечно, после тренировки в такую погоду, это вообще кайф. Честно. Ещё так снежок под ногами хрустит. И у большинства людей в нашем комплексе уже всё украшено, поэтому всё так красиво. Вообще замечательно. Второе декабря. Да? Я вот хочу вот такие вот. Вот такую вот гирлянду. Вот такую вот, видишь? Посмотрите. Вот. У людей всё украшено уже. Красота просто. Я не могу. Красота невероятная. Ой. Ой. Я приближаю. Ну и в конце дня мы смотрели «Гарри Поттера». Как понимаете, я сегодня решила никуда не ходить, ни на каток, ни в город, а до конца вылечиться, если это получится. Потому что, наверное, так интенсивно, как я сегодня лечилась, я не лечилась так никогда. Потому что я пила очень-очень много чаёв, чьего я просто не люблю. Потому что когда я заболеваю, у меня перестаёт... Ну, вообще, я не хочу ни есть, ни пить, и сегодня в один момент я пила воду. Я понимаю, что мне нужно пить как можно жидкости, и потом такая думаю, меня сейчас вырвет от этого всего. Вот. Но я постаралась, и сейчас я уже себя чувствую намного-намного лучше. Конечно, я сначала расстроилась, я разозлилась. Я уже подумала, блин, да что же это такое? Мне уже пора назвать это не влогмессы, а домашние влоги, потому что я сижу дома, и ничего не делаю. Но на самом деле это не так. Сегодня я этот день использовала для того, чтобы, во-первых, отдохнуть, чтобы мой организм отдохнул и выспался. Я сегодня спала раз пять. По двадцать минут, по часу, и, ну, там, минут по десять. То есть меня вырубало очень сильно. Я сегодня сижу вот здесь, вот моё логово. Мандаринки, следы преступления. Съела очень много. Вот. И я сегодня решила сделать такие дела, которые, на которые у меня очень часто не доходят руки. Я сегодня составила разные плейлисты на зиму. Также я сделала чек-лист. Потом я составила планы на декабрь. Об этом поговорим подробнее сейчас через минуту. Сейчас ещё буду составлять список фильмов. И также я хочу сегодня ещё испечь печенье. И рецепт будет обязательно здесь. Буквально через пять минут. Я надеюсь, меня опять не занесёт какие-то дебри, и мы с вами не будем разговаривать. Сорок минут. На самом деле, сегодня видео получится, думаю, не таким уж и длинным, потому что я всё-таки решила не соединять сегодняшний влог с завтрашним влогом. Я выпущу их отдельно. Думаю, это видео получится минут на 15. Но ничего страшного. Сегодня я посмотрела, достала блокнот свой, в котором писала цели на 2022 год. Я очень люблю писать цели. Иногда я их пишу просто для того, чтобы они были. И сегодня я открыла эти цели и смотрю на них, и думаю, боже мой, Ангелина, писала это ты? Вообще, что это такое? Почему я этого вообще не помню? Почему я об этом не задумывалась? И не думала, что, блин, я этого действительно хочу. Вот. И я буду продолжать писать цели, потому что я считаю, что у каждого человека они должны быть. И я решила по этому поводу сделать так, что я буду писать в телефон, а также я буду писать на начальную страницу моего блокнота, потому что я очень люблю печатные блокноты, и в них писать заметки, дела на день, какие-то просто, не знаю. В общем, очень люблю это всё дело, и у меня уже есть блокнот на 2023 год. И я решила, что вот первую страницу этого блокнота я буду писать свои цели на год, не буду их расписывать такими масштабными, большими, и просто писать так много, как у меня было в 2021 году, когда я написала, наверное, буквально 100 целей и планов своих. Соответственно, малая часть из этого была осуществлена. И сейчас я тоже смотрю и читаю эти планы и думаю, ну, наверное, там исполнена, ну, может быть, одна шестая из всего того, что я написала. Некоторые я даже забыла, что я об этом писала, и думаю, блин, а точно ли это мои планы и цели? Буду с вами честна, я такой человек, которому нужно всё и сразу. Я очень сильно люблю развиваться, я, причём в разных сферах, мне нравится история, искусство, мне нравится медицина, мне нравится физика, о боже, просто разные-разные-разные, я люблю читать разные просто сферы вообще саморазвития, и, соответственно, я очень часто начинаю какое-то дело, и я его бросаю. Поэтому в этом месяце я составила себе на декабрь такие дела, которые я писала себе на 2022 год, которые я хотела сделать, я о них всегда помнила, но я их почему-то не сделала, не почему-то, а потому что мне не хватило, например, силы воли. Я, например, писала себе, что я хочу месяц провести без кофе. Конечно же, у меня такого не вышло, я не могу себе такое позволить. Месяц без сахара у меня был, может быть, не месяц, но чуть меньше. Точнее, там не месяц, а 21 день. И поэтому в список дел на декабрь я сейчас даже его открою и вам некоторые пункты зачитаю. У меня вот здесь в заметках, я решила, что я буду также и в заметке писать какие-то свои планы. Точнее, не какие-то свои планы, а я буду писать планы на Новый год, на 2023 год, как в блокнот, так и в заметке. Например, что я хочу сделать в декабре? У меня будет 21 день без кофе, у меня уже третий день без кофе, и на самом деле оно проходит не так уж и сложно, сложнее всего на работе, потому что у нас на работе заваривают очень-очень вкусное кофе, аромат просто на целый этаж, и, соответственно, это очень трудно, когда ты особенно встаешь в 5 утра, тебе хочется с чем-то вкусненьким выпить кофе, когда все рядом вокруг пьют его, поэтому на работе мне трудно, но один день я уже выдержала, и два дня вот дома я без кофе. Также у меня целый месяц я не ем белый хлеб, я его, по сути, не ем, но я ем булочки какие-то, это я хочу убрать, и у меня уже это получается, я уже не ем, и мне кажется, у меня ушли, у меня быстро уходят мои щеки, когда я это не делаю. Также у меня будет сделать 20 тренировок, вчера была первая, то есть у меня 19 еще за этот месяц. Также у меня стоит в планах не пить крепкий алкоголь и любой другой алкоголь, больше одного бокала, почему я вообще не могу исключить, потому что у нас будут корпоративы, и все-таки ради приличия я буду пить шампанское, не буду вам лгать и говорить, и делать из себя святошу. Также я хочу, например, сходить на ярмарки рождественские, там я хочу взять Глинтвейн, например, поэтому я написала вот так. Также я хочу дочитать свою книгу, сходить в музей, потому что у меня было вообще в планах написано сходить в пять музеев, сходить в музей в Вене я очень сильно хотела, но в Вене я не была в этом году, и, соответственно, я хочу сходить в какой-то музей в Праге, потому что, ну, уже стыдно. Я здесь живу, здесь куча музеев, классных мест, я нигде не была, ну, кроме парочку. Наверное, я была только в двух музеях или в трех. Я была в трех музеях, я была в галерее, в национальном главном этом музее, и была в музее музыки очень-очень давно, когда я еще здесь не жила. Также я хочу выполнить 80% чек-листа. Если вы его не видели, то заходите в предыдущее видео, там в описании, под роликом будет ссылка, где вы можете скачать этот чек-лист. Так, следующие пять дней подряд... Нет, десять дней подряд английского у меня подвести финансовый итог месяца и хочу, конечно, это ввести в привычку, потому что считать финансы надо, так как когда они у тебя появляются, то ты начинаешь тратить направо-налево, и, соответственно, некоторые траты можно было бы и убирать. Также у меня стоит начать проходить курс на Каурсера. Это сервис. Вот здесь вот вам оставлю логотип и название, чтобы вы могли найти его. Это бесплатный сервис, там, где вы можете проходить разные курсы от разных университет на разные тематики. Также вы можете заплатить пятьдесят долларов, по-моему, и вам будет сертификат. Если вы не заплатите, у вас будет бесплатный курс с теми же просто материалами. Единственное, там, по-моему, не проверяют у вас домашние задания, насколько я знаю, или я ошибаюсь, не буду врать. Ну, в общем, вы просто не получаете сертификат по окончанию этого курса. И это всё. Я думаю, и так этого достаточно. Вот. И сегодня я тоже подумала, блин, вот другие украшают там, например, дом, ходят по рождественским ярмаркам и так далее в своих влогмусах, а я сижу дома. И потом я подумала, но, наверное, чудеса, они начинаются не снаружи, украшением дома и так далее, они начинаются внутри. Вот, например, я, мне кажется, иду очень органично в этом месяце по своему пути, потому что я написала планы, которые начала их уже осуществлять на декабрь. Я просто убрала в своём пространстве лишние свои вещи, разобрала, перебрала их, до чего у меня не доходили руки. Поэтому я считаю, что всё идёт, как оно должно быть, и может быть, это не всем будет интересно смотреть, но вот такая вот жизнь. Сейчас я жду Илью, и мы с ним будем готовить печеньки. Он мне будет помогать готовить, а сейчас, пока я его жду, я пойду выпью ещё одно лекарство, выпью чай, и буду надеяться, что завтра я буду себя чувствовать просто как огурчик. Я и сейчас, на удивление своё, из-за того, что я начала лечиться ещё даже вчера, когда я намазалась мазью, я на удивление себя чувствую очень даже свежо, ну и как бы по моему виду, вы можете себе тоже сказать, придумывает она, не болеет она. Но если вы так скажете, я буду даже очень польщена, потому что действительно я стараюсь лечиться, и стараюсь вылезти как можно быстрее, и мой вид сейчас, он говорит о том, что, наверное, я делаю всё правильно. Ку-ку. Кто это забрался ко мне сюда? Делаются эти печеньки очень просто. Вот это вот всё, что нам нужно. Перед тем, как готовить, не забудьте включить зимние плейлисты от меня. И в этом рецепте всё очень просто. Сначала нам нужно смешать какао, сахар, масло и яйца, всё это перемешать, а потом уже добавлять муку, разрыхлитель и соль. А если у вас нет сахарной пудры дома, но вот есть такое вот приспособление, которое называется кофемолка, можно туда насыпать сахар, и вуаля, будет вам сахарная пудра. Да, и чуть не забыла, полученное тесто нам нужно оставить примерно на 10-15 минут в морозильник. А потом из него делаем вот такие вот небольшие шарики, которые обваливаем в сахарной пудре. И вот это нужно поставить примерно на 12-15 минут на 180 градусов. И вот такая вот красотища у нас с вами получается. Очень простой рецепт, поэтому берите себя на заметку. Ребят, спасибо, что смотрели это видео, спасибо, что были со мной. Я сейчас пойду пить чай. И заходите под этим роликом в описании, а там будет ссылка на зимний плейлист от меня.